сегодня я пеку вот такую красоту эта красота называется гарлик бабка в оригинальном рецепте слова бабка мне не очень нравится поэтому я назвала его чесночный завиток он содержит чеснок специи ароматные зелень сушеная и это идеальный вариант для дополнения к супам борщам к вкусным перекусом с сыром может быть с яйцом пашот я думаю что это будет любимый ваш хлеб как его делать я вам сегодня покажу давайте вместе печь получать удовольствие сейчас приступим к этому рецепту добрый день дорогие пекари сегодня будем делать чесночный завиток чесночный завиток это такой фантазийный сдобный хлеб который очень вкусно есть с супами с борщами это почти пампушки чесночные но не совсем это очень красивый вкусный хлеб и рецепт достаточно богатый разнообразный и сейчас мы его соберем для чесночного завитка потребуется вода 100 граммов как всегда смотрите все ингредиенты в описании потребуется сливки у меня 20 процентные 130 граммов у меня созревшая базовая пшеничная опара и опары здесь достаточно много я положу сюда 200 граммов опары муки кладем 300 грамм мука высшего сорта обычная хлебопекарная марка алексеевская белок 10 и 3 позднее в это тесто я добавлю еще сахар соль и сливочное масло но это будет позже сейчас я оставлю тесто для набухания клейковины муки этот процесс называется ауктолизом те кто смотрели мои видео либо интересовались хлебопечением ранее знают что это такое когда я говорю что это десертный хлеб я не имею ввиду что он сладкий нет он будет совершенно не сладкий он будет острый соленый это чесночный завиток то есть он будет с чесноком очень ароматный и живописный и вкусный но это тот хлеб который придает пикантности вашей еде поэтому можно считать его пак фактически десерты так все я тесто смешала сухой муки я не вижу и сейчас я оставлю его примерно на 30 минут постоять и после этого буду приступать к основному замесу и добавки остальных ингредиентов я переложила тесто на чесночный завиток свое хлебопечь буду делать замес в ней сейчас я добавлю сахар сахара необходимо 30 граммов дальше делаем замес до состояния однородности с сахаром сейчас тесто начнет стекать с лопатки либо печи и вбирать в себя весь этот сахар как только мы видим что сахар вобрался можно добавлять сливочное масло продолжается процесс замеса я начинаю добавлять сливочное масло сливочного масла 35 граммов и делаем полный замес со сливочным маслом до однородности масло добавляем по одному куску и даем вмешаться тесто практически замесилась и осталось добавить только соль соль и 8 граммов и делаем замес солью тесто будет довольно плотная мне она показалась даже излишне плотным я сейчас добавила 10 граммов воды смотрите по состоянию своего теста если хочется сделать его чуть мягче добавляйте воды прямо в процессе замеса я добавил 10 грамм сейчас до месяца она солью и будем выкладывать на брожение я замесила тесто и сейчас я переложил его в миску смазанную маслом накрываю пленкой оставляю на брожение при комнатной температуре сейчас плюс 23 до увеличения в два раза запоминаю объем теста обминки делать не буду буду за ним наблюдать соблюдать температурный режим не перегревайте не переохлаждайте тесто иначе процессы брожения могут выйти из под контроля о том как выглядит тесто пшеничное на брожение смотрите мое видео я его уже делала очень удобно будет наблюдать за тем как развивается ваше тесто зная принципы оставляю его бродить при комнатной температуре пришло время заформовать мой чесночный завиток и превратить его наконец в завиток тесто у меня бродила в общей сложности четыре часа я его не обминала вообще ничего с ним не делала она просто стояла и бродила сейчас сделаем немного муки смотрите чтобы не прилипала много муки не нужно сейчас нужно будет заформовать будущий чесночный завиток чуть-чуть подстилаем муки и распределяем тесто в пласт можно подпылить мукой взять скалку и раскатать раскатываем аккуратно избегаем прилипания катаем в пласт толщиной около одного сантиметра дальше я беру подсолнечное масло наливаю на пласт и распределяю его по всей поверхности если вы любите оливковое масло используйте его я использую подсолнечное много масла не лейте не нужно чтобы она хлюпала нужно чтобы просто поверхность была промасленно и не слепалась когда мы будем завиток сворачивать масло достаточно так здесь у меня порезанный чеснок я посыпаю мелко резаным чесноком всю поверхность теста у меня 5 зубчиков чеснока это достаточно много если вы не любите сильно чесночный запах делается меньше и для красоты мне хочется добавить красок можно добавить сушеную зелень можно добавить свежий зеленый лук у меня есть вот такая приправа она называется таскана итальянская приправа здесь сушеные томаты и зелень и также сушеный чеснок а мне кажется очень хорошо она сочетается плюс она добавит нам красоты и цвета теперь я начинаю аккуратно сворачивать в рулет туго затягивать не обязательно просто сворачиваем как ложится тесто защипываем все края защипываем шов ставим рядышком форму форма у меня подготовлена смазана маслом дальше я беру острый нож нож можно смочить водой чтобы он не прилипал и острым ножом либо можно взять например нож для пиццы либо обычным острым столовым ножом мы прорезаем это тесто и перебрасываем и делаем завиток разворачиваем прорезаем до конца и делаем только с обратной стороны аккуратно берем укладываем форму и в таком виде я накрываю завиток пленкой отправляю на расстойку примерно на два часа при комнатной температуре сейчас плюс 23 посмотрите как хорошо расстоялся чесночный завиток он увеличился в 2 может быть и больше раз очень красивый пышный расстойка заняла два часа как я ожидала сейчас у меня уже разогрета духовка на 180 градусов я хочу смазать поверхность завитка яичным желтком чтобы получить красивую глянцевую корочку и отправляю в духовку на 180 градусов вверх плюс вниз если вдруг будет бледновато можете в самом конце на пару минут включить конвекцию но это не обязательно я конвекцию включать не буду буду печь вверх и вниз 20 минут при температуре 180 градусов все я все смазываю отправляю выпекаться вот такое у меня получился в итоге чесночный завиток очень глянцевый прям лакированный я выпекла чуть дольше чем вам говорила немного не хотел пропекаться низ я дала ему еще минут десять чтобы пропечь его но сейчас давайте посмотрим какое внутри очень мягко режется смотрите как красиво сейчас я сделаю резкость чтобы было видно очень красиво видны слои очень вкусно фантастически пахнет пахнет маслом приправами чесноком зеленью такой в эту зимнюю пору такой летний какой-то южный аромат со специями никак я не могу навести резкость вот смотрите какой красавец это очень вкусно это лучший хлеб к супам борщам я думаю бутербродом тоже если вы его испечете вне всяких сомнений это будет просто хит у вашей семьи самый любимый хлеб пеките со мной получаете удовольствие подписывайтесь кто еще не подписан здесь мы говорим о хлебопечении о домашнем на заквасках полезным вкусным ароматным домашним хлебе учимся печь решаем какие-то проблемы отвечаем на вопросы делимся рецептами будем печь и испечем еще очень много всего интересного а а